Здравствуйте, это программа Актуальное интервью. С 21 октября этого года начал действовать закон, суть которого информационное взаимодействие Центрального банка России и Министерства внутренних дел. Подробнее мы сегодня об этом законе поговорим с Михаилом Бижаном, управляющим отделением Севастополь Центрального банка Российской Федерации. Здравствуйте. Ну что ж, вот мой первый вопрос, почему же для этого взаимодействия, для этого процесса понадобился целый отдельный закон? Действительно, такой закон уже действует. Ведь для расследования различных схем дистанционного мошенничества, особенно с методами социальной инженерии, требуется достаточное количество времени. Это запросы, переписка, уточнение реквизитов, разные финансовые организации, разные регионы. И, конечно же, этот процесс необходимо максимально ускорять. И для этого принят закон, согласно которому МВД будет взаимодействовать напрямую с Центральным банком. То есть, в принципе, единого окна, что позволит существенно ускорить скорость взаимодействия и способствовать быстрейшему расследованию преступлений. Как этот закон отразится на обывателях, на обычных жизнях и людях, их повседневности, скажем? Министерство внутренних дел уже подключилось к базе Центрального банка Российской Федерации «Финцерт». То есть, это Центр противодействия киберпреступлениям в финансовой сфере. И с помощью запросов Министерство внутренних дел получает актуальные данные о мошенничествах переводах, о тех схемах, которые содержатся в базе данных. Например, если необходимо оследовать какой-то случай, то поступает запрос, и Центральный банк предоставляет уже всю информацию, начиная с самого перевода, если там есть какие-то транзитные счета, какие-то карты, и вплоть до получателей, через которые деньги либо обналичатся, либо выводятся. Кроме того, база «Финцерт» предусмотрена для более чем тысячи участников. Ее пополняет банк и Центральный банк, а теперь данную базу будет пополнять еще и полиция. Давайте немножко подробнее о том, как будет происходить вот это взаимодействие. Вы уже упомянули, что вот в формате такого одного окна. Действительно, если человек, к сожалению, подвергся воздействию преступников, обманщиков и, скажем так, потерял свои деньги, ему необходимо обратиться как можно скорее в свой банк и в органы внутренних дел с заявлением. Получив заявление, полиция делает запрос в базу мошеннических переводов Центрального банка и получает уже информацию о движении денежных средств. Тем самым это получается в режиме реального времени, в режиме одного окна, и, конечно же, ускоряется процесс расследования. Кроме того, органы внутренних дел сами подают в Центральный банк данные о заведенных уголовных делах по различным мошеннических схемам, о мошеннических переводах. И Центральный банк, внося данную информацию в свою базу о мошеннических переводах, тем самым дает банкам информацию для того, чтобы они блокировали данные счета, пока идут уголовные дела, пока идут суды, чтобы мошенники не могли воспользоваться данными денежными средствами. То есть, опять же, все это нацелено на убыстрение процесса взаимодействия, на то, чтобы, конечно же, предотвращать хищение, и для того, чтобы мошенникам было меньше времени пользоваться и выводить денежные средства. Ну, действительно, такое прямое взаимодействие, понятно, что это сильно ускорит работу, а с новой технологией это всегда большие скорости, поэтому, я думаю, это действительно было необходимо. Добавил ли этот закон какие-то новые опции, помимо просто ускорения работы и общения ведомств? Здесь Министерство внутренних дел получает цепочку. То есть, начиная от все детали, начиная от деталей перевода, те, я же повторю, транзитные счета или какие-то другие счета, вплоть до последних счетов, через которые деньги были выведены или обналичены. То есть, здесь первое ускорение и детальная информация для органов внутренних дел. Ну, надо понимать, что все-таки банковские реквизиты – это такая персональная информация, а тут, получается, к ним расширится доступ, правильно? Все такие переводы, они попадают под действие закона о банке и банковской деятельности, а конкретно распространяются требования о банковской тайне. Поэтому здесь можно не переживать, тем более в базе Центрального банка находятся все известные мошеннические переводы, там достаточно большая база. Ну, я думаю, это взаимодействие как-то защищено, опять же, от тех же кибератак, хакеров и так далее. То есть, вот эта информация, которая будет предаваться в третьи руки какие-то, не попадет. Конечно, требования по информационной безопасности, по защите данных здесь, конечно же, предусмотрены на самом высоком уровне. В принципе, о каких-то случаях кибермошенничества, на самом деле, сейчас, вот слышишь, буквально каждый день всегда какие-то разные вариации, что-то новое всегда придумывается, чтобы застать врасплох, чтобы человек максимально не ожидал. Но, может быть, есть какая-то статистика, насколько это на самом деле часто, и насколько, может быть, эта частота увеличивается со временем? Действительно, проводится системная работа по противодействию мошенничества. Мы много говорим о финансовой грамотности. Но, к сожалению, последние четыре года Центральный банк фиксирует только рост киберпреступлений, мошеннических схем. Основная роль здесь методом социальной инженерии. Но в то же время и совершенствуется и работа банков, и Центрального банка, и МВД. Если взять первое полугодие текучего года, то предотвращено 9 миллионов попыток хищений средств со счетов граждан и бизнеса на сумму свыше полутора триллионов рублей. Но в то же время, к сожалению, стоит отметить, что 8 миллиардов рублей за первую половину года россияне тоже потеряли. Поэтому проблема... Невероятные цифры какие-то. Действительно, проблема, она есть, существует, и необходимо, конечно же, предпринимать меры. И вот это новшество, они, прежде всего, направлены на предотвращение и защиту наших граждан и бизнеса от потери средств. А действительно, что люди пожилого возраста чаще становятся предметом таких мошеннических действий, объектом? Да, люди пожилого возраста, к сожалению, более подвержены таким методам социальной инженерии, прежде всего. Они отвечают на звонки, они более заботливы. И, к сожалению, современные технологии для них более тяжело осваиваться. И, к сожалению, они попадаются на ловки мошенников. Давайте немножко расшифруем. Вот социальная инженерия, вы говорите, опять же, для тех, кто, может быть, не так подкован в технической сфере, что это подразумевается? Вы получаете звонок, звонок, например, от сотрудника центрального банка, условно, от сотрудника паровхранительных органов, каких-то силовых структур. Сейчас даже есть схемы, что якобы от своего руководителя получается звонок, основная цель которого — вынудить вас рассказать свои банковские реквизиты. То есть перевести деньги на якобы безопасный счет. Есть схемы, где вот в данный момент с вашим счетом происходит что-то невероятное, надо обязательно вывести деньги на якобы безопасный счет. Есть схемы, о которой мы всегда говорим, мама, я в беде, помоги. И представляются различными способами, мошенники, они действительно все время совершенствуются. И та повестка сейчас, санкционная повестка. И, соответственно, что мошенникам надо? Надо в телефонном разговоре, кстати, могут и часто представлять, обращаются по имени и отчеству, предъявляют фальшивые, которые кажутся настоящими, удостоверения сотрудников. И основная цель — выудить персональные данные, которые помогут перевести деньги, то есть получить доступ к счету. И, к сожалению, люди беспечные, они сами говорят, рассказывают, говорят те цифры банковской карты, которые относятся к конфиденциальным, срок ее действия. То, что на обороте карты говорят, трехзначный код, подтверждают пароли, которые приходят из смс, из пушеведомлений. И, к сожалению, вот это и есть методы социальной инженерии, которые основные, самые распространенные сегодня у мошенников. Мне кажется, тут главное, что часто застают врасплох и выводят на какие-то эмоции. То есть когда уже человек не может трезво мыслить и понимать, да, меня сейчас пытаются обмануть, мне кажется, это вот главная такая уловка. Повесткой пользуются всегда актуально. Могут подзадить рано утром, в обеденный перерыв, имитируют шум колл-центра. То есть различные уловки. Нашим севастопольцам мы рекомендуем быть очень бдительными. Напоминаем, что ни сотрудник банка, ни центрального банка, ни правоохранительных органов, он никогда не сделает звонок и не спросит персональные данные или данные банковских реквизитов, банковской карты или счета человека. Помимо того взаимодействия с МВД, о котором мы сегодня говорим, может быть, появляются еще какие-то нововведения в плане борьбы с киберпреступностью? Да, повторюсь, тема актуальна. И со следующего года, с июля 2024 года, будет действовать уже закон, он подписан президентом, согласно которому банки обязаны будут блокировать те счета, которые находятся в базе о мошеннических переводах, которые ведет центральный банк. То есть, если еще попадают в базу, то вводится так называемый двухдневный период охлаждения. То есть, банк блокирует, перестанавливает эту операцию на два дня, чтобы человек, который перевел, он мог осознать, как говорится, с холодной головой, понять, зачем он-то сделал перевод, нужен ли он перевод, сделал ли он его добровольно или под воздействием мошенников. И за два дня человек вполне способен принять правильное решение. Кроме того, период охлаждения нужен для того, чтобы не шли несколько операций. То есть, например, по системе быстрых платежей, электронные переводы. Ведь были случаи, и у нас в Севастополе, к сожалению, когда в течение одного дня люди переводят несколькими суммами, так называемыми траншами, мошенникам деньги. И, соответственно, опять же, счета блокируются, повторные переводы невозможно. И, опять же, это нацелено на предотвращение, хищение денежных средств и предотвращение мошеннической операции. А как вот эти счета будут попадать в этот список, по какому принципу? Значит, счета попадают в список первых от банков, которые совершают по обращениям граждан, или когда они имеют сведения о мошеннической операции. Теперь от органов полиции. То есть, органы полиции, например, дроперы. Дроперы — это те посредники, владельцы счетов, через которые деньги выводятся и обналичиваются. И как только органы внутренних дел сообщают Центральный банк, что существует такая-то мошенническая схема, Центральный банк сразу же вносит эти данные в базу, а банк, уже получив и видя, и имея эти данные, отключает дроперов от дистанционного обслуживания, от интернет-банкинга, и тем самым не дает им распоряжаться деньгами. То есть, ни их перевести куда-то, ни снять. Кроме того, очень важная особенность закона, который будет с лета следующего года вступить в силу. Если банк, то есть финансовая организация, перевела деньги человека на счет, который в этой базе мошеннических переводов, то банк обязан будет вернуть эти деньги человеку. При одном условии, если человек сам, конечно же, не рассказал тебе пароли, конфессиональные данные, здесь, конечно же, вероятность возврата средств намного меньше. Но здесь уже ответственность финансовых организаций намного серьезная, и она нацелена, опять же, на предотвращение этих мошеннических операций. Я вот как раз хотела обратить внимание на то, что появляется хоть какая-то вероятность, что средства все-таки могут вернуться, если вас обманули, потому что, мне кажется, раньше такого не было. И раньше уж если случилось, то, ну, как бы, пиши пропал и сам виноват. В течение 30 календарных дней финансовая организация обязана будет вернуть данные средства. И данный закон, данные требования, они стимулируют, побуждают банки стимулировать и совершенствовать свои антифрод-системы, системы защиты от мошенников, работать, опять же, разъяснительную работу, профилактику, опять же, финансовую грамотность. То есть все это нацелено, конечно же, на противодействие вот такому валу кибератак, валу мошеннических схем, которые мы сегодня имеем. Ну и традиционно в конце каждого интервью мы с вами напоминаем, что же делать, если вам позвонили, вы понимаете, что, возможно, это мошенники. Как правильно себя вести? С самого первого действия необходимо обратиться в свой банк по тому номеру, который на банковской карте, то есть тот номер, который официально не перезванивать, по тому номеру ни в коем случае, с которого перезвонили. Если мы понимаем, что это мошенники, необходимо писать заявление в полицию. Опять же, в продолжении того, что мы говорили, на основании этого заявления начнется расследование, полиция обратится в базу данных Центрального банка, и данные мошенники попадут в базу Центрального банка, то есть что заблокирует опять повторные операции, заблокирует дальнейшее движение средств. Традиционно не разглашать те данные своих счетов, данные банковских карт, про которые мы говорим. Опять же, повторюсь, ни работник банка, ни работник Центрального банка, ни работник правоохранительного органа, ни госструктур, никто не позвонит человеку и не спросит эти данные. То есть конфиденциальные данные необходимы для перевода. Ссылки. Иногда приходят ссылки фишинга, то есть выуживание банковских данных, персональных данных. Опять нельзя переходить по неизвестным ссылкам, нельзя переходить на неизвестное приложение. Все это подвержено вирусу и подвержено тому, что мошенники дистанционно завладевают счетом. И, конечно же, пин-код, пароль, их не надо хранить с банковской карты. То есть вот это обычное правило кибергигиены, которое позволит севастопольцам сохранить свои средства. И, конечно же, мы напоминаем еще, что нет никаких безопасных счетов. Самый безопасный счет – это тот счет, которым пользуется человек при соблюдении правил кибергигиены, финансовой грабности, про которые мы говорим. Большое спасибо за ваши советы и за то, что эта работа по сохранению средств севастопольцев продолжается. Друзья, я напоминаю, у нас в гостях сегодня был Михаил Бижан, управляющий отделением Севастополь Центрального банка Российской Федерации. Это была программа «Актуальное интервью». Мы с вами увидимся в эфире телеканала НДС. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова